Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть черепашки не интеллигентами. Ну что, за Лигу Мастеров 2 звезды мы заберем Награду и сейчас самое главное, посмотрим где мы. Ага, Лига Мастеров 2 звезды, ребята 44 ранга. Ну что, сегодня на воскресенье, давай-ка мы поднажмем для того, чтобы получить, надеюсь, топчик. Так, здесь Микеланджело, нам нужно сделать так, чтобы его переплюнуть. Взял специально Рафаэля и Маузеров. Слушай, подожди, а у нас у Маузеров инициатива круче, чем у Майки? Блин, а я и не помню, если честно. Ну сейчас посмотрим. Да, все-таки у Маузеров инициатива лучше, чем у Микеланджело. Ну может быть и не лучше, ребята, но по сравнению с уровнями. У него 76 уровень был, да? А у нас 79. А, у него 79 был уровень. Так что я считаю, что это нормально. Это даже больше, чем нормально. Это вообще великолепно. Так, я хочу получить от них 17.24, но... Видимо, это не... Во, 17.24 есть. Значит так, беру Пиццилицева, беру... Наверное, Донателло возьмем. Так, Зек, отдохни пока. Да, ребят, я понимаю, риски оправданные, короче. Потому что здесь у меня Эпиццилиций. Донни, у них инициатива, по-моему, хромает. Да, 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 да. Тем более этот еще и вешает на себя и Мунку. Муха тут выпендривается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, бросаем плюху эту. И Донни, надеюсь, добьет все-таки. Упс. Упс. Не добитыш, друзья мои, не добитыш. Так, Лео, ну, Лео не справится, скорее всего. И Рафаэль тоже. Здесь только лишь вот так вот, с кольцом. На. Хорошо, что у нас Пиццилицы. И хорошо, что вот эти ребята все-таки выдержали по удару. Молодцы. Ну, а мы переходим на двадцать шестую позицию. Так, они опять мне дают 17-23. Я не хочу. Такс. Ну, давай посмотрим. Так. Возьмем. Опять тут этот хламон? Давай вот так вот сделаем. Армагон плюс Супер Шреддер. Опять этот Микеланджело здесь сидит, а? Везде лезет, куда его не просит. Абсолютно. Так, вжариваем. Отлично. Просто круто. Просто круто, ребят. Мы их наказали. И, соответственно, победим. Мне нужно попасть в Лигу Мастеров Три Звезды. Я уже про топчик молчу, но шансы есть, ребят. Так, шестнадцатое место, да, получается у нас 17-24. Так, беру тогда здесь я Бакстера и возьму Ваньку. Но здесь Маузеры. Твою налево, блин. Маузеры всю малину портят. Ладно, сделаем вот так вот. Из 70-ников сделаем. Потому что, по-моему, Маузеры на своем уровне, они по инициативе будут покруче. Нет? Карайка даже круче. Карайка 70-й уровень, а Маузеры у них 77-го. И моя Карайка ходит первой. Нифига. Потом сходил Майки Ролевой, и теперь вот идут Маузеры. Ауч. Какого лешего, а? Какого лешего. Все-таки, ребят, Карайку уничтожили. Да, Ванька по инициативе самый-самый, по-моему, вшивый. Самый последний сходил из всех, кто у меня здесь был. Конечно, я сейчас не перейду. Шесть ступенев всего лишь пролетели. Да, косяк, конечно, был. Но я думал, на самом деле, что мы справимся. Но не получилось. Она нет, у нас, как говорится, и суда нет. Поэтому давай исправлять свои ошибки. Исправлять свои ошибки и дальше их просто-напросто не делать. Так, Леонардо, жги. И Кожеголовый. Упс. Далеко, ребята, не Кожеголовый, оказывается. А Шреддер. Шреддер ходит после Лео. Хм. Значит, Кожеголовый проигрывает Шреддеру по инициативе. Несмотря на то, что он по уровню выше его был. Ну что, ребята, Лига Монстров, три звезды. Все отлично, все хорошо. Берем маку на майки Рафаэля. Зэка. И возьму здесь Кунна Ища, наверное, вот так вот. Погнали. Ну а завтра, друзья мои, в понедельник. Завтра у нас будет буст. Надеюсь, я не просплю. Мне хотелось бы. Хотелось бы бустануть, прям вот чтобы при мне сделать себе откат. И мы с тобой сразу же рванули на буст. Прям вот минутка в минутку. Было вообще круто. Мне бы хотелось бы посмотреть, смогли ли мы пойти тогда бы в мастера бы. Сразу же или нет. Как-то раз мы так пробовали, ребят, по-моему, нифига там ничего не получилось у нас. Ну а пока, пока все не хорошо. Всех разобрали. Но здесь, правда, и уровни у нас у бойцов довольно неплохие. Так, 80-е, да? Нет, 88-е место. Давай возьмем эту команду. Здесь у нас пойдет Крэнк. Здесь у нас пойдет Слэш. Крэнк и Слэш. Ну и вот эти вот ребятушки. Ну, вся основная атака, ребята, естественно, переходит на Крэнка. Слэш уже идет как добивающий. Но в инициативе, по-моему, он... Опа-опа-опа-опа-опа. Но в инициативе он слабоват. Так, Крэнк выжаривает. Ну, давай. Молодца. Ну что, всех распетрушили. И мы продолжаем. Так, 77-я должна быть по идее, да? Угу. Давай возьмем, наверное, вот эту команду. И, судя по всему, мне нужно, ребята, делать откаты. Потому что больше некому мне ставить. Усаги плюс Маузеры. Ну, они оба, в принципе, быстрых персонажа. Подожди. Усаги быстрее Маузеров? Офигеть. Да. Усаги быстрее оказывается Маузер. То есть, по инициативе, он вообще неплохой персонаж. Так, 66-е место. Берем вот эту команду. Поехали по откатам. Я возьму здесь Армагона и возьму, наверное, Кожеголового. Раз, два, три. Ну, первым входит Армагон, понятное дело. Следом побежит Кожеголовый. Если кто-то останется, конечно, тут живых. А тут живых остается еще двое. Это у нас Рафаэль и Библ. Окей. Ладно, двигаемся тогда далее. Так, место какое покажите мне, пожалуйста. 55-е, да? 55-е. Берем вот эту команду. Возьму здесь Леонардо и, наверное, Армагона. Раз, два, три. Я уже не буду, ребят, туда в самых хвост идти. Пойдем вот так вот по порядку, потому что, мне кажется, мы уже через 4-5 поединка попадем в топчик. Так что нам не обязательно там всех отыгрывать. Угу. Прекрасный удар. Одного вырубили. Четверо еще и остались стоять, но у них очень мало здоровья. Поэтому, конечно же, Леонардо без проблем добивает. Так, 44-е, да? Ммм, 45-е. Зажали здесь 1 балл. Они зажали здесь 1 балл. Так, возьму супершреддеры и возьму кренга. Говорят же, что назад не пойду. Сам бегу уже. Ну, это по привычке. Самый хвост, как обычно мы берем там самых слабых. Естественно, их отыгрываем, ну и тому подобное. Такс. Фигня, получается. Постепенный урон положился только лишь на четверых. А пятый, это именно Донателло, ухитрился таки избежать постепенки. Но от луча кренга, конечно же, ребят, спасу нет. Что-то к бабке не ходи, Париж колбаски называется. Раскумарили, естественно. Ну что, двигаемся дальше. И у нас... Ну, я, наверное, возьму вот это вот. Мне кажется, попроще здесь будет. Возьму, опять же, Леонардо. Возьму, опять же, Армагона. Крысиный король, Змейковьюн. Это все наши коленцы. И нейтрализаторы. Попробуем сейчас пробомбить. Так, Армагон берется за Валун. Двоих сразу ушатал. Ну, и Леонардо добьет. Ну, вот как-то так. По красоте идем. Ребят, по красоте. Единственное, что хотелось бы действительно сегодня попасть в топчик. 24-е. О, даже 24. Здесь, наоборот, один балл прибавили. Там отняли, а здесь прибавили. То есть так вот у нас такой гуляющий счет, скажем так. Давай сделаем так. Раз, два, три. Там вопрос подписчик спрашивал. Кого прокачивать? Леонардо, Тигра или Тимати? По-моему, так. Могу, конечно, немножко ошибиться. В персонажах. Но я написал, ребята, что лучше прокачивать, конечно же, Тигра. Ну и Леонардо. Ну, никак не Тимати, ребят. Ну, никак не Тимати. Это бред будет полный, если кто-то согласится прокачивать Тимати первым. Поверьте мне, он того не стоит. Его прокачивать можно самым последним. Когда уже все у тебя прокачаны, тебе делать нечего. Это, наверное, касается и Кирби. Это касается, ребята, Джастина 100%. Оу. У меня откаты кончились? У меня кончились откаты? Вы серьезно? А я в Лиге Мастеров Три Звезды, рамка 15. Так, ладно. Сейчас мы с тобой сделаем из Женевки. По-моему, там 5 штук у нас будет от пятов еще сверху. Так что давай займемся этим делом. Пройдите серию испытаний. Мы почти на месте. Почти. Вот-вот уже, как говорится, виднеется сундук с наградой. Это буквально вот эта вот миссия и следующая будет. Следующая будет уже заключительная, получается. Так. Я, знаете, что сейчас хочу, ребят, зайти к прайму. Посмотреть, как мои бойцы вот на вот таком высоком уровне с ним справятся. Там же, по-моему, кого хочешь берешь, да? И еще подписчик спрашивал, Рэй, а ты сделал все достижения? Ребят, как ни странно, достижения я сделал далеко не все. Вообще. Потому что их там дофигища, я просто не успел. Так, ну что у нас тут получается? Где у нас кунейчи? Ну кунейчи пока не хватает, да? Да. Так, буквально чуть-чуть. Тогда давай найдем этого нашего Данутелла. Вот он. Так, и нам нужно 9 ящиков с инструментами. Поехали. Один есть? Так, второй мы нашли. Второй, третий есть. Четвертый. Ну, четвертый. Пятый. Так, шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И последний. Десятый. Здесь ящиков с инструментами, ребят. Прокачиваем. До шестой ступени. И остается у нас вот только лишь два. Это вот магический щит. И плюс купальный халат мага. Священный купальный халат передавался магами из поколения в поколение. Защита в бою усиливается на 5%. Такое себе, если честно. Всего на 5% усиливается. Ну фигня. А, ну это на первом же... На первой ступени, ребят, конечно. Потом, наверное, будет 10, 15 и там вплоть до 25, скорее всего. Так, что еще? Что еще мы хотели? Мы хотели зайти сюда и допройти, ребят, вот здесь. Не то, что допройти. Во-первых, пофармить надо. Мне нужно эксперт снаряжения. Ну, вот жмот, а. Ребят, действительно же есть. Нашел. Так, погнали сюда. Быстренько пробежимся. Быстренько пробежимся, чтобы здесь тоже потом уже было его фармить. Хотя тут остался-то один день всего лишь. Давай черепки бросим. Ну, почти ушатал. Немножечко все-таки хп, он ему оставил. Угу. Так, и у нас вторая волна. Массовая атака есть? Есть. Давай, Дуни. Слабовато как-то будет. Памс. Нормалек. Я, наверное, уклоняшка здесь поставлю. Не, давай просто будем бомбить. Массовую атаку я, наверное, поставлю на последнюю где-то. На последнюю волну. Ага, Росар взял провокацию. А я тогда тоже сделаю провокацию. Что мы, рыжие, что ли? Он с провокацией. Мы спрогназболы. Ну, куда ты прыгаешь, так, Ламон? Ага, минус Росар. Шикарно. Ну, и последняя, третья, заключительная волна. Здесь у нас вот такие ребята. Так, сразу же начинаем с массовой атаки. Минус двоечка. Так, пробиваем баксера. Ух. Баксера почему-то не пробили. Плюс уничтожаем карайку. И шаредра. Ау. Я думал, что Дуни сможет все-таки пробить. Нифига. Он, ребята, не справился. Если бы у него было бы две атаки, то, скорее всего, получилось бы. Так, ну, здесь, наверное, бессмысленно, конечно, фармить. Но я, тем не менее, ребят, попробую. Ой. Не то сделал. Сори. Опа. Сразу, друзья мои, с первой попытки эксперт-снаряжения на когольца. Причем на последнем сыре мы это сделали. Так, черепашью бурю мы прошли всю полностью, да? Так. Блин, а все равно мотогена не хватает, ребят. Придется туда мне Донателло прокачивать на 65 рублей. Придется. Так, ну что, друзья мои. Давайте тогда будем закругляться. Завтра у нас понедельник. Завтра попробуем бустануться. Еще раз говорю, если не прокемарию, не просплю. Вот. Попробуем прям перед откатиком все это сделать. Ну и, соответственно, наверное, до буста я все-таки в топчик попаду. Хотя это не обязательно. Ну, так уж просто. Для себя, как говорится. А на этом, друзья мои, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.